В Красноярске появилась Акула. Вот такой анонс интригующий достаточно. В Красноярске появилась Акула, а в гостях у нас появилась Олеся Добрынина, как раз продюсер онлайн-издания Акула616.ру. Олеся, здравствуйте. Здравствуйте. Вот это была интрига-интриг, потому что все мы знаем дорогое удовольствие, да? А потом внезапно узнали, что в Красноярске появляется новое издание, да еще и интернет. Вот все-таки как быстро вы приняли решение, что появится такой вот новый продукт? Вы знаете, на самом деле мы к этому шли достаточно давно, еще до того, как случился весь кризис. Кошмар. Назовем это так. Дело в том, что мы как-то к этому в принципе шли и понимали, что в онлайн нужно уходить. Но когда ты сидишь в теплой ванне, и у тебя в принципе все хорошо, у тебя издание работает, у тебя работает команда, у тебя все стабильно и замечательно, то ты очень долго расшагиваешься. И тебе как-то вот, ты думаешь, ну вроде надо, вот мы создали сайт. У нас был сайт сначала дорогого удовольствия, мы создали этот сайт. Потом я думаю, ну зачем вот мы его создали, сами себе конкуренцию делаем. Ну в общем, вот это вот все вот, вот квело-вяло шло, шло, длилось. И когда вдруг случился в один день карантин, все встало на свои места. У меня такое ощущение, что нас просто вот Бог вел, если можно так сказать. И мы все правильно сделали. То есть мы более-менее были подготовлены по сравнению с другими нашими коллегами, у которых не было никаких площадок. Даже я говорю о коллегах по другим регионам, по дорогому удовольствию. Про город я уже даже там понятно. Вот. Сейчас мы видим, да, как раз страниц. Давайте посмотрим, как выглядит сейчас вот это интернет-издание. О чем там пишут, про что кино, как говорится. И про название я бы, наверное, сказал. Про название, ну, название на самом деле все было, все тривиально, потому как мой аккаунт в Инстаграм называется Акула Мегаполиса. И для того, чтобы люди не задавали вопроса, откуда ноги растут и кто вообще к этому привязан, Акула 616, все, в общем-то, органично выглядит. 616 – это код, потому что я, наверное, подразумеваю, предвосхищаю вопрос, что значит эта цифра. Это определенный код, мой личный. Но вот... Что-то связано с космосом, с астрологией? Ну, допустим, да. Для удачи, для хорошего развития. Вот, да, вот в ту сторону. Совершенно верно. И нам всегда хотелось... Дорогое удовольствие – это, конечно, глянец-глянец. Он весь такой красивый, весь причёсанный, и всё в нём прекрасно, слишком прекрасно. Мне всегда хотелось глубины, потому что мне иногда было обидно за нашего читателя, поскольку всегда думали, ну, что там глянец, что там, господи, что там вещи, бриллианты, картинки. Да, но на самом деле я понимаю, что наш читатель гораздо глубже. Да, он сегодня ходит, шопится везде, а завтра он читает Сальри Руни, например, ну, и какие-то или другие новинки книг. И всё это один человек. Всё это один образ читателя, собирательный. Вот как-то, например, говорить о бизнесе на страницах дорогого удовольствия немного неорганично. Вот мы как-то иногда это делали, но понимали, что вот что-то не то. А на Акуле можно говорить обо всём, потому что концепция издания, она как раз выполняет, закрывает все интересы нашей целевой аудитории. Наверное, поэтому не захотели оставить старые названия и перевести его в интернет. Да, потому что оно очень обязывает. Оно вот дорогое удовольствие, оно да, оно красивое, оно в этом смысле очень попадает в точку. Ну вот, хотелось шире. Кто создаёт этот контент? Вы объявляли о наборе новой команды или это старые люди? Нет, старые люди, у нас произошёл такой некий микс по этому поводу. У нас небольшая, то есть у нас остались продажники старые, скажем так. У нас остались дизайнеры те же и часть творческой команды. Но, знаете, это всё-таки должны быть другие люди. Онлайн-проект это вам не глянет. Это не то, что вы сидите и месяц пишете материалы. И вот они к этому так привыкли. То есть сейчас редакция выдаёт от где-то 5 до 7-8 уникальных материалов в день. Когда раньше редакция, та действующая дорогого удовольствия, она выдавала всего уникальных материалов, ну допустим, 20 за месяц. Я посмотрю, здесь рубрик, больше 10 рубрик разделов, поэтому, конечно, всё это отписывать ого-го. И у нас, конечно, у нас очень чёткое делегирование. Я, например, у меня есть правая рука, которая, это редактор, у которой есть свои люди, с которыми она как раз коммуницирует. То есть я туда не вникаю, я вникаю только в её функционал. Ну и вот какие-то корректировки вношу. Это происходит постоянно, каждый день. Чем будете удивлять и отличаться от других изданий? Онлайн-проект... Во-первых, я могу заметить, что в Красноярске, я не знаю, у нас нет конкуренции в онлайн-сфере, это точно. Мы не конкурируем с деловыми изданиями, с какими-то пабликами ЧАЭС, уж тем более мы этого не публикуем. Мы как работали на аудиторию дорогого удовольствия, так и продолжаем работать. Мы просто больше охватываем интересов нашей целевой аудитории. И, безусловно, у нас останутся и остаются фотопроекты. То есть это наша история, она всегда всем нравится. Будет много лёгких материалов, каких-то девочковых, но в то же время глубоких аналитических статей со смыслом. Просто наш читатель, он такой, он вот серьёзно, он, например, думает-думает на работе очень много, да, очень много каких-то глубоких сложных задач решает, а вечером пошёл и три часа шопится. Ну вот я говорю, я повторюсь, возможно, но вот люди, они такие, они на самом деле... Мы привыкли думать, что вот читатель глянца, он вот такой вот, ну просто какая-нибудь домохозяйка, которая сидит, ничего не делает, у которой круг интересов только шоппинг и дети. То есть глянец может быть разным, и это можно показать. И вот акула, она разная. Читатели вообще как это восприняли, да, они... Наблюдают. А аудитория пришла, то есть или... Пришла, пришла аудитория, мы смотрим. Ну, она, конечно же, плюс-минус одна и та же. И я рада, что это те люди, которые, например, никогда не зайдут на другие порталы. Это, безусловно, потребители с высоким уровнем дохода. Ну, мы сегментируем себя как средний и выше сегмент. Средний плюс и выше. Вот какие-то... Если вдруг все самоизоляции окончатся вне эфирной, скажем так, вне интернета, какие-то массовые мероприятия, может быть, есть в планах мечты, желания? Я думаю, что это будут совместные мероприятия Дорогого удовольствия и акулы. Эти два проекта будут идти рядом, вместе. Ну, вот знаете, есть холдинги, да, они же тоже как-то друг друга поддерживают. И вот та же самая история. Ну, все-таки, смотрите, сейчас все там интернет переходят, и кто-то уже давно перешел. Надо чем-то взрывать мозг людям, чтобы они и остались, и пришли новые. Какие есть у вас здесь что-то? Может, фотосессии как раз будут какие-то бомбические? Конечно, мы сейчас делаем фотосессию, готовим фотосессию с блогерами под хэштегом «Я скучаю». У нас есть классная концепция, мы ее уже отсняли, по-моему, 4 или 5 человек, в планах человек 8 мы будем снимать. И они разово, ребята, выдадут эту новость, они пока об этом просто не говорят. Ну, там кто-то из ребят уже выставляет периодические кусочки с фотосессией. Но это так, мы еще как бы не распространяем эту информацию. Просто с точки зрения пиара важнее, когда ты это делаешь разом. Бах, и во всех аккаунтах появляется. Вот, заходите сюда, фотосессия. Понятно, что мы сейчас прощупываем. Мы смотрим, на какие новости читатель лучше реагирует. Например, на легкие новости все-таки реагирует лучше, потому что, ну, это наша аудитория. Более какие-то весомые материалы, меньше переходов, но они и есть. Но эти материалы нужны для статуса самого издания. Вот эти вещи важны, мы их четко понимаем. Но и они важны для того, чтобы рекламодатель чувствовал себя уверенно среди достойных материалов. Это для людей, о людях, людям, в общем, это о нас. У нас все-таки, да, у нас много людей вообще, в принципе, прибывает. И мы о многих людях рассказываем в нашем аккаунте. Уже это началось, мы уже запустили продажи. И, господи, я же продажник, видите? У меня же все одно. Алиса, спасибо, что поделились вашей новинкой. Можно так сказать, хорошего старта запуска и дальше вперед. Я напомню, у нас в гостях была Олеся Добринина, продюсер онлайн-издания Акула, 616.ру.